друзья привет с вами никита компания сферокар и сегодня одна из моих любимых рубрик обзор стоянки просмотр тех автомобилей которые мы привезли для наших клиентов небольшая часть у нас сегодня потому что очень много уже у нас улетела буквально сегодня на транспортную компанию чуть-чуть не успел я добежать тем не менее посмотрим что у нас есть не вижу смысла тянуть давайте начинать первом очереди у меня вот такой красавчик это самый жирный минивэн среди всех японских вообще тачек toyota alphard мотор 2 az 20 кузов 2011 год переднеприводная версия друзья но хочу сказать что по комфорту по тому как кайфово ехать на этой тачке они все равно топ среди всех своих одноклассников тачка у нас отправляется в сургут если я не ошибаюсь и обошлась она во владивостоке в 1 миллион 700 тысяч рублей сегодня очень классный шанс у вас увидеть одновременно все три хедлайнера у тойоты в классе среднеразмерных минивэнов toyota нох toyota esq и toyota voxie давайте начнем с вот этого белоснежного красавца это у нас гибридная версия в рестайлинге на обвесах моделиста посмотрите просто максимальный стиль вот эта тачка которая реально радует глаз несмотря на всю ее практичность на всю ее экономичность потому что это гибридный voxie на платформе от 30 приуса да где у нас 99 лошадей мотором 2 zr 1 и 8 литров и еще 60 киловатт планетарки работает тачка в общем глаз эта машина будет радовать знаете куда отправляется в краснодар между прочим именно в краснодар у нас берут большинство минивэнов там люди кайфуют отрывают японских тачек кто-то использует их для работы кто-то просто возит свою семью очень это же туристический город тем не менее не такой как сочи но тем не менее там есть на чем посмотреть и многие туристы приезжают и любят кататься с кайфом короче вот эта машина в краснодаре будет максимально уместно рестайлинг 18 год гибридная voxie так миллион восемьсот девяносто пять обошлась во владивостоке а пойдете покажу ног ног у нас тоже гибридный если я не ошибаюсь мы смотрим на синенькую на синенькую буковку н у тойоты фишка на гибридных тачках все значки синенькие просто обычно здесь идет значок тойота да у вот этой серии идет именно на каждую модель своя выборка короче говоря это у нас до рестовая версия гибридная платформа та же самая абсолютно по техничке здесь ничего не поменялось внешка у него чуть-чуть поскромнее основное отличие между но хам и voxie это морда в первую очередь до чисто визуал у ноха что в рейсе что в дорейсе идет вот такая сплошная оптика у voxie его сестренки идет сдвоенная точно так же как альфард с вилл файером отличается в двух поколениях в целом вопрос по нему нет это также один из самых распространенных микроавтобусов цены друзья 2014 год этот красавчик отправляется в иркутск миллион четыреста восемьдесят обошелся прежде чем мы пройдем к эсквайру хочу напомнить что в отличие от своих собратьев по команде отличается он тем что бедных комплектации у него нету у эсквайра две комплектации и ксай и джи ой обе очень жирные поэтому бедных эсквайров не существует все остальное такое же топовая как и в жирных версиях voxie либо но хам здесь у нас в отличие также только внешнего такая массивная выдающаяся выделяющаяся решетка более округлые формы по салону по интерьеру по задней части все практически то же самое кстати говоря это не гибридный эсквайр это у нас двухлитровая версия на полном приводе если вы хотите полно приводную тойоту до в кузове minivan то от гибридной установки придется отказаться короче отправляется он в город томск обошелся 1 миллион восемьсот тринадцать тысяч рублей классно классно honda step wagon rp первый кузов turbo полторашка передний привод 2017 год у нас в рп первых кузовах не было реста кто знает да в семнадцатом году в конце пошел рестайлинг но он коснулся только жирных комплектации до спада это rp 3 rp 4 кузова в рп первой версии они как были так и остались в принципе выглядят они достаточно современно и по сей день до поставить ему колеса понаряднее потому что вот эти вот штамповки блин жигулевский они меня конечно себя всегда удивляли в самой технологичной мире стране вообще зачем делать штамповки а я скажу вам зачем за тем чтобы сэкономить ваши денежки а литье обвес и все остальное это дело наживное очень меня всегда поражала в хондах вот такая вот система вместо рожка которая делается до орлиный глаз называется то есть у вас одно зеркало находится вот здесь вот внутри за боковушкой второе зеркало на обратной стороне уха и вот этот вот угол у вас в этом зеркале отражается чтобы мониторить этот левый угол японии это очень удобно когда прижимаешься на узких улочках какой-нибудь стенки ладно цифры друзья honda steve wagon rp1 2017 год в город нефтекамск отправляется это республика башкортостан один миллион пятьсот восемнадцать тысяч рублей обошелся класс класс следующий на очереди у нас не самый распространенный для нашей компании автомобиль это genesis gv восьмидесятый 2023 года очень жирная тачка тачка премиум класс от одного из самых знаменитых самых люксовых корейских концернов посмотрите на ее внешку а у нас будет сто процентов отдельный обзор по ней мы просто немножечко приоткроем завесу просто процените вот этот салон все самые люксовые фишки которые должны быть в автомобиле в этом авто есть это ну можно сказать корейский rolls-royce корейский rolls-royce долго размусоливать не будем немножко расскажу вам про цифры и самую самую соль оставим конечно же для полноценного обзора отправляется это автомобиль у нас город хабаровск не так что и далеко и во владивостоке обошелся в 8 миллионов 600 тысяч рублей малышка соли у друзья впрочем не такая что и малышка очень сложно диагностируемый класс у этого автомобиля вроде бы и хэтчбэк а вроде бы и ну типа микровен да по факту это 5 местный вот такой вот кузовочек да типа раздутого куба с высоким потолком на самом деле очень удобная и практичная тачка 1 и 2 мотор переднеприводная эта версия система mild гибрид у него установлена это значит небольшой электромоторчик который у нас подкручивает колеса не полноценная параллельная до или последовательно параллельная гибридная установка которой мы привыкли но тем не менее машинка очень крутая в пределах одного миллиона можно взять довольно свежего и уверяю вас для семьи если вас там не семь человек в этой семье живет отличный вариант отличный вариант для города для путешествий остального это блин тачка у которой ведро спрятано под передней пассажирской сидушка есть еще версии бандит спортивные комплектации вот этих красоток посмотрите у нас есть обзор на канале если кому интересно в общем тачка вашего внимания сто процентов стоит относительно цена-качество вот такая вот пропорция 980 тысяч рублей а 990 тысяч рублей как вельдорадо обошлась она отправляется в город отчинск 2018 год погнали дальше mazda cx 8 друзья 2019 года это удлиненная версия cx 5 очень кстати говоря классные 7 местные есть 6 есть 7 местные версии это аналог российской cx 9 в японской версии он чуть-чуть укорочен потому что по стандартам кроссовера он не прошел по длине поэтому сделали специально для них cx 8 в общем кайфовая тачка бывает на дизельном моторе 2 и 2 литра очень сильно распространен бывает бензиновая два с половиной версия здесь у нас к g5p это 2 и 5 бензиновый полноприводный вариант кстати говоря о cx 5 отличается решеткой спереди морды у них одинаково еще пойдем посмотрим cx 5 но у cx 5 здесь идут соты вот такие у восьмерки идут полоски вот такой вот вам лайфхак если вдруг эта информация спасет вам жизнь друзья пользуйтесь на здоровье абсолютно бесплатно 2019 год 2 миллиона четыреста шестьдесят тысяч рублей она обошлась и отправляется в ново кузнецк здесь по левую руку от меня стоит 220 красавчик crown в кузове р в кузове рс комплектации рс вижу что это гибридная версия 2018 года в город благовещенск он отправится все про него сказать но это самый топовый японский седан до из распространенных масс-маркет как говорится не берем всякие типа century lexus ls и так далее crown друзья он и в африке crown это жирная комплектация сменившая атлет который был у нас предшествующих всех кузовах сейчас они называются rs белый кожаный салон вот такие вот хромированная эрдоган и просто жир в общем по внешке вопросов нету по начинке я думаю тоже кто не знаешь такое crown друзья ну камон переходите у нас целый плейлист есть по этим автомобилям все разжевана по всем версиям конкретно за этот вариант цифры 2 миллиона 830 тысяч рублей город благовещенск отправляется красота красота самый технологичный кроссовер это миссу биши outlander ph ev тот самый который можно заряжать от розетки и проезжать на одном лишь заряде около 50 километров чуть не сказал 50 тысяч и друзья в целом это двухлитровый двигатель это полный привод это среднего размера можно сказать полноразмерный кроссовер который точно также загружается а женой загружается тещей рассадой детьми едет на море едет на дачу куда хотите но плюс ко всему вы еще экономите деньги и заботитесь об окружающей среде то что у нас в россии ценится превыше всего так белый цвет на между прочим gg3 друзья это уже версия с мотором 2 и 4 потому что в доресте но в предыдущем кузове они шли с двухлитровым бензиновым двигателем остальная техничка та же самая надо кстати говоря будет снять полноразмерный обзор на нового клендер вот цифры 2018 год город новокузнецк 2 миллиона двести сорок шесть тысяч рублей отличная цена за новый out класс класс еще один очень мною любимый кроссовер это nissan x-trail nissan x-trail в тридцать втором кузове это у нас не гибридная версия двухлитровый мр-20 один из самых лучших моторов от nissan до после vq 35 но который уже практически нигде не встретишь и но и rb 26 да тут не забываем что nissan дает нам выбора в плане технического оснащения вы можете получить вот такой кроссовер на полном приводе на переднем либо с гибридной платформы в 30 киловатт как на полном так и на переднем приводе здесь у нас полный привод без гибридной установки но тем менее это классный заслуживший уважение кроссовер 2 миллиона обошелся он здесь и отправляется в забайкальский край 2018 год уже рестайловая морда здесь красавчик lexus gs 450h на трех с половиной литровом бензиновом двигателе с мощнейшей гибридной установкой точно такой же как у сами знаете кого только здесь комплектация f sport спортивная версия до отличается немножко бамперами отличается вот этой вот решеткой ну и в принципе техничка то та же самая чуть-чуть здесь побольше тормозные диски и небольшая разница в настройках подвески тем не менее это один из самых удачных вообще японских седанов ну и на мой взгляд наверное тоже в когда-то в далеко прошлом он был тойотой аристой вот это уже ее второе перерождение то есть два поколения спустя он стал вот таким выглядит классно едет суперские в то же время это современный экономичный и экологичный бизнес-класс седан а вот люка то обязательно 3 миллиона 350 тысяч рублей обошелся во владивостоке отправляется в город москва вот у нас cx 5 тот самый кроссовер который мы назвали конкурентом харьеру реально кайфовая комфортная городская тачка с возможностями кроссовера здесь стоит 2 и 2 литровый короче 2 и 2 дизель здесь стоит это полноприводная версия на автомате и на мой взгляд это самый кайфовый цвет вот в этом кузове до винный такой я немножко пьяно-вишневый короче блин в мазде вот он смотрится прям топово не то чтобы фанат красных машин но здесь бомба вот а вот то самое отличие ведь у нее решетка выполнена сотами если было полосками можно было бы сказать что этот цейкс 8 тоже с рулеткой не ходит по городу 2 миллиона 150 тысяч рублей она обошлась и отправляется в город сургут посмотреть это новая шерков зелой x11 там кузове это можешь сказать и рест можешь сказать это авто короче это прям максимально жиручий шерф комплектации g-r спорт во-первых обратить внимание на мордаху уже новая абсолютно стрекозлячь и глазки посмотрите на вот эти эрдоганы блестящие это просто пушка g-r спорт техничка та же самая что у всех гибридных тачек на вот этой тнга платформе но не в техничке дело посмотрите на этот дикий стиль вот это отсутствующая издалека в темноте ночи крыша потому что в черный цвет посмотрите на стопари которые с рестайлом тоже очень максимально дико выглядят как у ешки купешки мерседеса можете писать что я никогда ее не видел потому что я никогда не видел ешку купешку но если бы видел я бы хотел чтобы она выглядела вот так вот в целом просто это очень красивая тачка во всем остальном это компактный компактный кроссовер до аналог жука или вейзеля но выглядит просто бамба лейла единственное что в гибридных версиях вы не можете получить полный период поэтому выбирайте 1 2 turbo если вам важно гонять по горам и по грязи и по всему остальному вот 2 миллиона 50 тысяч рублей обошлась на владивостоке остается в городе артеме почему остается потому что артем это практически пригород владивостока я верю что однажды мы станем одним большим крупным городом если не отойдем к японии как один из наших пророков клиентов сказал посмотрите какой огромный дельфин и морда я нашел это toyota high самый популярный с вами реально распространенный в владивостоке грузопассажирский микроавтобус если вообще приставка микро здесь уместно помню фига не уместно что это просто гигантская громадина 2016 год 2 и 7 задний привод посмотрите насколько высокая крыша можно реально возить вот этого из сафари парка с огромными огромными рогами пока он их не сбросил вот а когда сбросить можно купить что не поменьше есть еще хайсы с низкой крышей длинножопый высоко крышей широколобой в общем все форматы кроме полноприводности здесь соблюдены тысячу килограмм можно грузить смело так еще и сзади лавка можно вообще лавки убрать все обшить повесить огромным этот хрустальный шар и устраивать там дискотеки или воды туда набрать и сделать плавучий бассейн в такую погоду как сегодня что радует кстати говоря это бы не помешало 2 миллиона 200 тысяч рублей обошелся этот автомобиль и отправляется в город владивосток отправился уже с прибытием еще один outlander было бы уместно поставить их рядышком все то же самое только черный цвет тоже новый 2 и 4 литровый двигатель естественно система пи и че естественно возможность заряжаться от розетки не рассказал еще одну фишку у этой тачки очень низкий центр тяжести за счет того что батарейка расположена под саму днищу поэтому по трассе вы можете с кайфом ехать 180 километров в час и пить кофеек хотел сказать тут ничего не предлагайте вот 2 миллиона 400 тысяч рублей обошелся этот красавчик отправляется в город хабаровск здесь у нас красавчик not e power с н е 12 означает что вот этот малыш на полном приводе друзья посмотрите какой яркий броский цвет вот этому красавцу он очень при очень идет еще и полноприводный самый надежный самый экономичный один из самых быстрых хэтчбеков на полном приводе чего еще можно желать в владивостоке остается вот эта тачка обошлась в 1 миллион 150 тысяч рублей эрдоганы так mazda cx 5 еще одна 2018 год тоже бензиновая версия так уж вышло что сегодня у нас cx 5 все бензинки интересно почему это они от была одна дизельная до 22 дизель на сегодняшний день на самом деле распространеннее чем бензинка но тем не менее здесь у нас два с половиной литра чистых бензиновых объемов автомат и передний привод 2 миллиона 200 тысяч рублей обошлась вот эта красотка и прямо сегодня она отправляется на транспортную компанию чтобы двинуться в пусть или гимск и еще один автомобиль у меня для вас на сегодня самый лучший рамный внедорожник suzuki jimni друзья цвета слоновая кость соответственно дорогущего до невозможности реально я эту машину очень люблю для тех кого большая семья и далее далекие путешествия конечно она не подойдет но чисто как вариант гонять по лумбам по морям по лесам по полям лучше вот этого автомобиля не найти помимо того это еще и очень сильная тачка как выяснилось из всех японских автомобилей это машина на которую больше всего выпускается различных тюнинговых короче прибабасов типа китов эту тачку можно сделать маленьким деликом там что-то порядка 500 тысяч рублей это новый полностью готовый кит и у вас маленький гелик как человек который не очень любит гелики я скажу что вот джимник в образе гелика мне намного больше нравится чем гелик в образе гелика вот помимо этого не забываем о том что у нее потрясающие проходимости способностей проходимости способностей проходимцы вот еще очень кайфово на коробке я сейчас торгую тачку именно на коробке у меня клиент берет такую для своей жены мы ищем либо лаймовый либо синий цвет яркий потому что я бы такую тачку брал тоже яркой это кстати на автомате джимни сиера справедливости ради стоит добавить потому что это полутора литровая версия обычные джимники идут на 07 моторе миллион восемьсот двадцать тысяч рублей обошелся вот этот красочки отправляется в город москве на этой друзья счастливой ноте и закончим сегодняшний обзор стоянки друзья маленькую часть того что у нас наличие удалось сегодня показать для вас но мы не прощаемся надолго и помните друзья что в японии в корее а также еще в арабских эмиратах и америке теперь есть идеальный вариант для каждого и возможно где-то там уже ездит ваша будущая малышка подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля